На имя уполномоченного по правам человека при президенте за первое полугодие поступило более 40 заявлений. По словам Инна Латасоева, часто граждане не знают о своих правах. И деятельность уполномоченного по правам человека направлена на обеспечение гарантии государственной защиты прав и свобод человека. Люди приходят, обращаются, кто письменно, кто устно. Жаловались на нарушение жилищных прав, на нарушение трудового законодательства. В основном это касалось, конечно же, совместительства и пенсионеров пенсионного возраста. Были обращения на нарушения судебными органами, то есть на несогласие с вынесенными судом в решение. Также были обращения на нарушения прав в области здравоохранения, а также пенсионного обеспечения. Все эти заявления рассматривались. По каждому из них, некоторые рассмотрения уже закончились, некоторые рассматриваются, и по каждому из них, конечно же, даются соответствующие разъяснения. По словам Инна Латасоева, нередко приходится разбираться в вопросах семейного характера. Семейные споры доходят до судебных разбирательств. И к таким проблемным вопросам нужен серьёзный подход. Одна трудность заключается в том, что есть семейные споры, то есть граждане, то есть семья, у них внутри семьи происходит конфликт. В основном это касается, естественно, наследственных прав. Люди не хотят идти на компромиссы. Эти споры можно было самостоятельно решить, никуда не обращаясь. Но, видите, вот такая ситуация у нас сейчас происходит. И много таких жалоб. И в судебных органах, и к нам с такими обращениями много. Кроме того, омбудсмен оказывает помощь российским адвокатам, занимающихся заявлениями граждан Южной Осетии, которые подали жалобы в Страспургский суд по правам человека в связи с событиями, произошедшими в Южной Осетии в 2008 году. Вы знаете, у нас в Страспурге находятся полторы тысячи жалоб. Они были поданы сразу после 2008 года. За эти годы мы оказывали, то есть адвокаты приезжали, встречались с заявителями, собирали всю необходимую доказательную базу. Все это мы координировали с другими органами государственной власти Республики Южной Осетии, оказывали помощь этим адвокатам, чтобы они представляли на наших гражданах в Европейском суде. И в стадии ожидания. Возможно, решения, которые будут вынесены, надеюсь, в скором времени, будет какой-то политизированный момент. В пределах своей компетенции уполномоченный по правам человека при президенте занимается и вопросами без вести пропавших граждан Южной Осетии. В этих списках числится порядка 130 человек. Восемь из них пропали в период грузинской агрессии в 2008 году. Остальные – в 90-х годах. Из 130 человек нам на сегодняшний день удалось найти двух человек. Это с 2008 года, которые пропали в 2008 году. Проблема в том, что именно с нахождением этих мест захоронения. Вы знаете, что большинство из наших граждан пропали в тех деревнях, которые контролируются грузинскими силовыми структурами. И, естественно, после 2008 года все они покинули их и находятся на территории Грузии, в которой у нас доступа нет. И вся информация, которую они располагают, они, естественно, находятся у грузинской стороны. Тасоев выразил надежду, что работа по поиску без вести пропавших выйдет на новый уровень. И постепенно будут выясняться судьбы лиц пропавших без вести вследствие вооружённых конфликтов в начале 90-х и в 2008 году. Анжела Кукоев, Арсень Гасси, Вера Цхавребова. Информационный выпуск «Сегодня». Анжела Кукоев, Арсень Гасси, Вера Цхавребова. Информационный выпуск «Сегодня».